Не свистить денег не будет. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал эту поговорку, а может сам использовал. Но сегодня мы в гостях у Валентина Шкандыбина, для которого свист – это не только хобби, но и заработок. Валентин, расскажите, что мы сегодня с вами будем делать? Сегодня мы будем создавать с вами музыкальный инструмент. Один из самых древнейших и, можно сказать, распространенных по всей планете Земля, который называется свистулька. Нам понадобятся различные стеки, вот такие инструменты. Когда-то они были созданы для резчиков по дереву, но я их приспособил для керамики, для работы с глиной. Две влажные тряпочки, чтобы протирать наши руки от глины. Губка и вот такая вот палочка, которой мы будем что-то выравнивать. Немножко воды и немножко глины. Ну и, конечно же, основная часть глины, которая находится вот в этом контейнере. Глина какая-то особенная или вы ее просто где-то берете из реки? Да, знаете, вот экспериментов с тем, как брать из реки и в карьерах у меня было много, но это глина иностранного производителя, это французская глина. И потому что очень качественная и очень идеально чистая, то есть здесь нет примесей. Я правильно понимаю, что она пищевая, поэтому из нее можно делать и чашки, и посуду любую? Абсолютно, абсолютно. Вот, кстати говоря, посуда, из которой я вас угощал чаем, она сделана как раз-таки из этой глины. Если вот я вдохновилась и решила еще, что я буду лепить свистульки дома, что мне нужно в первую очередь приобрести? Глина, какие-то простейшие стыки, но здесь даже иногда подойдет и палочка для мороженого. Пища для обжига керамики, но можно найти, есть такие места, где можно просто за денежку небольшую обжечь. Домашней духовки не хватает? Не хватает, потому что в духовке это где-то вот градусов 300. Если я хочу научиться играть, мне что лучше сначала взять свистульку или можно сразу окарину? Можно сразу взять окарину, потому что она даст больше возможностей для экспериментов. Свистулька, она может всегда быть в кармане, но на ней как таковое вот прям обучение. Для детей – да, это первый шаг. Для взрослых тоже – да. Но если говорить прям для начинающих и продолжающих, то это, конечно же, окарина. Прекрасно. Супер. Вот такая аптечка у нас получилась. Вот и она, трофейная свистулька, свистит громко, опробована и дезинфицирована. Но в моем детстве тоже такие были, только не ручной работы, как эта, а купленные. И поэтому эту уникальную вещь мы решили подарить одному из вас. Все, как всегда, просто звонить по номеру 201-79-00.